здравствуйте меня зовут лобов андрей я технический директор кооперации ресурс я занимаюсь тем что со своей командой разрабатываю кит комплекты с моторами славянка это вот такие вот киты современные которые можно устанавливать на любую технику у меня для вас очень много новостей одна из самых интересных это посещение индонезии остров калимантан куда меня пригласил предприниматель улин с целью испытать лодочный мотор и установить кит с мотором да 100 с приблизительно вот такой же на 3 цикл остров калимантан в основном занимается рыболовством это ловля краба это ловля рыбы креветки очень большое количество предприятий занимается выращиванием морских водорослей и основная проблема это выбросы лодок то есть 90 процентов населения выходят в море у них 40 сильные моторы бензиновые и дизельные и все они загрязняют акваторию острова мало того там еще идет добыча нефти и эти нефтяные пятна нефтяные поля ну я вам скажу это не та индонезия которую мы себе представляем это совсем это нечто достаточно грязная и вот я очень благодарен мистеру лину который пригласил меня на остров и который занимается тем что хочет не только зарабатывать на технологии славянка но он еще и заботится о том чтобы оставить своим детям своим внукам чистые острова чистое наследие мистер рулен на к моему приезду подготовил лодку немножечко больше чем может вытянуть наш мотор она весом более трехсот килограмм но это в основном такие лодки используются для ловли рыбы наш мотор он экспериментальный он 9 8 лошадиных сил и для него конечно больше бы подошла лодка которая используется для выращивания морских водорослей но так как время было ограничено мы решили все-таки подготовить большую лодку пригласили специалистов они уменьшили нам транец и мотор достаточно хорошо стал справляться то есть мы вышли на воду в течение дня мы эту лодку испытывали местные жители те кто были с нами они были в восторге мы так увлеклись испытаниями что ушли далеко в море и к вечеру у нас закончился аккумулятор и и было интересно что нам не на чем было добраться до берега у нас не было ни весел ни каких-то не бензинового мотора с собой вот интересно что постороннее судно которое проходило мимо они не оставили нас в беде они нас зацепили и причалили нас совершенно незнакомую деревню ситуация с тем что аккумулятор заканчивается когда-то ну она всегда возникает и здорово если это солнечная лодка то есть солнечные панели во время испытаний или или во время ловли рыбы они подпитывают аккумулятор и тогда вот такой проблемы не возникнет и вообще с индонезийское правительство она очень очень внимательно наблюдает за развитием электрической техники и особенно о направлении солнечные лодки то есть там очень куча проектов куча предпринимателей которые хотят это сделать которые подбирают нужные моторы и я считаю что мотор из технологии славянка они наиболее подходят для индонезии потому что они достаточно экономичны и их можно использовать вместе с солнечными панелями в подтверждение моих слов меня пригласили на университет на острове таракан где я рассказал о технологии славянка и преподаватели и студенты попросили меня запустить проект с нашей солнечной лодкой которые уже сейчас существуют у мистера уллина и они предложили сделать ее беспилотной они видят большие перспективы университет занимается робототехникой разрабатывает программы они видят большие перспективы в том чтобы лодки солнечные лодки электрические были беспилотными это интересно и для бизнеса и я так понимаю для каких-то других целей которые сейчас поддерживает правительство индонезии ну что ж друзья не только для испытаний солнечной лодки я приехал в индонезию я также приехал туда для того чтобы запустить еще один проект сейчас я о нем расскажу недавно прошли гонки в казахстане где мы испытывали наш трицикл весом 700 килограмм он двигался только на солнечной энергии он проходил в день более 100 километров со скоростью до 35 километров в час в очень солнечные дни мы проходили расстояние до 200 километров и обладая вот этой вот информацией мистер уллин очень заинтересовался проектом трицикла на солнечных панелях именно для острова тарака туда привозят грузы с моря а по земле по суше они перемещаются с помощью вот таких вот грузовых трициклов и сейчас уже сам трицикл уже поехал он поехал вот с таким вот китом на самом деле мистер уллин уверен что проект будет успешным удачным и очень многие предприниматели уже сейчас обратили на это внимание потому что в индонезии очень много солнца именно на этом острове на севере калимантана солнце 11 часов в день и поэтому и я и мистер уллин уверены что три-четыре панели обеспечат солнечной энергии тук-тук на целый день еще одно знаменательное событие произошло совсем недавно на острове где меня пригласили предприниматели это 70 человек занимающихся рыдной ловлей занимающихся бизнесом выращивание морских водорослей на эту встречу приехал заместитель мэра острова он рассказал о том что из джаккарты планируется переносить столицу на остров калимантан потому что здесь лежат очень удобные морские пути то есть перевозка морских грузов происходит именно через остров калимантан здесь рядом австралия здесь рядом филиппины очень много других островов и направление солнечных лодок было воспринято на ура то есть это было прям очень очень интересно для островитян почему потому что очень дорогой бензин очень дорогая солярка выход в море это минимум 100 долларов на солнечной энергии таких затрат нет и в помине и естественно на нас сейчас обращают очень большое внимание именно в индонезии где правительство поддерживает солнечную энергетику в целом и не только в индонезии но и в других странах например очень интересный разговор у меня произошел с предпринимателем из камеруна который уже сейчас хочет открыть предприятие по сборке техники с моторами на славянке это трициклы это лодки это мотоциклы также просят наш кит в дакар просят очень в код-де-вуар то есть африка заинтересована опять же в солнечной техники потому что вы сами понимаете там очень много солнца совсем недавно была поездка в эквадор и в эквадоре в университете уже сейчас собирают электрический автомобиль и также просят предоставить им кит с нашим мотором для установки на этот автомобиль очень заинтересованы в перу в мистера массе мильяна россини он сейчас уже закупил солнечную лодку у него есть наш мотор лодочные и он планирует его испытывать в местной акватории возможно даже на амазонке вы прекрасно помните что в индии мы собрали два трицикла то есть два тук-тука это пассажирский который мне очень понравился я вижу огромные перспективы то есть там миллионы тук-туков на сегодняшний день перевозят людей до сих пор именно вот таким вот способом и тратить на это бензин в индии где куча солнца я не вижу смысла к тому же индиадели это очень загрязненное место возможно они сейчас обратят внимание именно на электрический транспорт который улучшит экологию как например это сделал китай совсем недавно китай пекин шанхай они просто задыхались от смога и вот недавно была рабочая поездка и где я увидел абсолютно чистые города абсолютно чистый воздух то есть люди перешли на электрический транспорт в основном это электрический транспорт предприятие убрали в зоны где где они приносят меньше вреда то есть делается все возможное для того чтобы спасти природу и вот как раз именно на нашу технологию уже обратили внимание китайские предприниматели это только кажется что мы начинаем на самом деле за нами очень давно следят и вот сейчас уже виктор арестов начинает выпускать серии на мотор до 95 с я был на этом предприятии предприятие действительно большое она может выпускать любое количество моторов и и что очень приятно этот мотор уже сейчас ставят на электрическую технику то есть выпускается два мотоцикла это коферейс и liberty алексей в компании denzel выпускают уже эти мотоциклы еще очень интересная информация виктор арестов пригласил нас на завод баф где планируется устанавливать наш мотор на небольшой грузовик то есть коммерческий грузовик коммерческий транспорт и туда планируется устанавливать моторы совмещенными обмотками славянка что же хочу в завершении сказать что моторы востребованы технология а прекрасная очень экономичная это показывает вся техника на которую мы уже сейчас испытываем на эту технологию обращают внимание во всем мире за нами следят следят за развитием очень ждут завершения строительства предприятия в зеленограде потому что во всем мире требуются моторы большей мощности те же лодки требуют 20 30 40 киловатт мощности моторы и такие двигатели они востребованы на сегодняшний день везде компания ресурс сделала множество проектов мы собрали несколько мотоциклов трициклов лодочные моторы испытали несколько лодок уже у нас одновременно ведется сразу несколько проектов это и мото собаки и квадроциклы мы работаем с разными странами с разными партнерами ведем множество проектов во всем мире и в ближайшее время обязательно поделимся с вами новостями